Ну что, вы скучали по мне? Я тоже скучал и по мне, и по вам, и по трассе, и по машинке. Настало время погазовать. Сегодня дождь. Мокрая трасса. Новые колодки, новые тормозные диски. И впереди поставили проставочку, о которой потом позже расскажу. А теперь поехали на трассу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что я могу сказать? Очень круто сбалансированная машина, даже на дожде. Я только что проехал какие-то 5-6 кругов на достаточно старой резине. Если посмотреть прям на протектор, то он помученный. И это резина, которая уже проехала, по-моему, 4-й и 3-й влог. Так... Хочу заметить, что машина хорошо стояла на трассе. Она очень удобно и классно управлялась. Почему? Наверное, один из факторов это то, что перед этим выездом я заезжал к Паше в гараж. И попросил его, чтобы он не установил классные проставки штуку. Теперь можно заваливать колеса больше. Ну то есть, и тем самым давать больше нагрузки на покрышку. Вот. И в сравнении со стандартом, ну условно, да, представим, что это стандарт, в сравнении со стандартом мы чуть-чуть подзавалили ее больше, для того, чтобы была лучшая поворачиваемость. И сейчас вот на дожде очень круто это прочувствовалось, потому что машина очень классно реагировала. Вот, да, ее подкидывало, конечно, но все в рамках адекватного, потому что трасса мокрая. Ну, типа, да. Вот, трасса мокрая, потому что трасса мокрая, потому что трасса мокрая. И знаете, что еще? Трасса там мокрая. Вот, я хотел сказать, что трек мокрый, и машина очень сильно бы носила, если бы не было трекшена. В МВ очень круто сделали трекшн-контроль со мной вместе коты. Почему? Потому что у него здесь 10 позиций, эти 10 позиций можно очень удобно выставлять под нужду и под тот риск, который ты готов взять на трассе. Соответственно, вот, находясь сейчас на трассе, я поставил минимальный риск для себя. Это 80% трекшена. И при любом каком-то сильном нажатии на педаль машина сильно не могла пойти юзом. Круто. Мне очень понравился баланс машины. Казалось бы, что даже под последний кружочек я сделал какое-то лучшее время. Ну, и трасса, конечно, подсыхает. Вот, но в целом, хочу, чтобы ливануло. Я честно сюда приехал, я думал, что здесь будет жестко лить. Я буду снимать такой хардкорный, мокрый ролик. Но это не так, что это. Давай, а отро интервью. Каюты. Спасибо, я на табле. Очень хорошо. Окей, газ, газ, пожалуйста. Протом. Очень хорошо. Как будто бы я с камерой, чтобы записать наши разговоры. Поскользил? Поскользил, да. Поскользил куда-то вперед, да? Слушай, ну круто. Лучше стало? Эти два градуса, что ты сделал. Да. Я бы сказал, я уже пытался в камеру это объяснить. Вот мы поставили эти проставки, мне понравилось. Мне по ощущениям заворачивается она лучше. Нет, нет, она так и должна. То есть, главное, чтобы этот баланс был. Сложно понять на скорости, конечно, скорость на медляненье сейчас. Вот есть, да? Ну, сейчас ты можешь как раз вылезать то, что тебе не хватало. Ты сейчас можешь вылезать на моком, понять как раз вот те траектории, которые идеальные. Ну да. Потому что сухом... А сейчас ты их подстроишь уже под этот вес. Да. Под эту машину сейчас ты их подстроишь. Ну прикольно. Я потому что на дождине ездил уже какое-то количество годов. И у меня как-то машинально сразу на наружке, типа... Ну, я не ехал сразу по траектории сухой, я сразу поехал. Машинально, с первых повороток сразу. Ну и можно поехать, да. Ассистента я поставил на 80%, чтобы он практически меня полностью отдушил. Я каждый раз говорю одно и то же на видео. Глядь, как круто машина держится. А все, я даже на дождь то же самое говорю. Машина держится. Она там, она балансирована. Она очень круто сбалансирована и она очень легкая. Но я это очень нравится. А как тебе, скажу, было все равно здесь М2? А, кстати, еду? Я же поеду. Ты поедешь? Они только обкатали обе. Прикольно. Сейчас поеду тебе скажу, нравится между этими. Очень интересно. Потому что изначально план был М2 вот этот. Ну да, но мне кажется, она... То есть, когда они ее, когда на заводе говорил, они так и строили ее, чтобы она осталась все-таки в этом сегменте. Потому что она, они фактически, это та же самая машина. Абсолютно один в один, только чуть короче короткая база. Чуть короче сделают, да? И все. И вот интересно, вот она это выигрывает, это чуть короче или нет. И чуть легче она. Надо пойти отснять. Пойду, сниму машину. Ага. Вот такие вот красотки здесь стоят. Новенькие. Да ты какие красотки. Ай-яй-яй. Смотрите на них. Я обратил внимание, что на них так же перед 12, а сзади 20. Посмотри, как они лошары, выехали на ТЭК, они сняли защиту охлаждения диска. Так и я такой же. Ай-яй-яй. Красиво. Классный бизнес, когда у тебя все одно и то же, только база другая. Мы не поздоровались. База другая. Ну, по факту. Да, да. Но в этом плане, блин, они всегда как эти молодцы, они берут одно и то же, как и в предыдущей модели. Да, да, да. Вот просто все то же самое, просто база другая и все. Остальное все. Вот начинка, коробка, мотор. Все. Но на самом деле, видишь, как бы, если в предыдущем поколении у них был реальный демпинг, вот они хотели с Пашом конкурировать. Да, то в этом, в этом поколении она все-таки уже, если полностью на комплектацию, уже подсотку тянет. Да, да. То есть все М-комат пакеты. Да? Да. Реально? М-2? Да, М-2 уже подсотку ставит. Офигеть. Ну, как бы, база заход хороший, да? Ну, типа, карбонную крышу поставил. Казарь. Сидение поставил, там, диски поставил легкие, и все, и там уже, блин, сразу. Спот-пакет там все, который снижает, снимает ограничитель, 280 на Е. И так, тык-тык-тык-тык-тык. У меня, кстати, тоже, они, точнее, стоят. Так, ну, что я могу хорошего рассказать? Я, как обычно, за последние три влога пропустил и один потерянный, кстати, влог, итого четыре. Я пропустил очень классный разговор с Николаем. Я подснял немножко BMW M2, и хочу сказать то, что ничего BMW нового не придумало, понятного? Вот.